Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире конференция на тему 5 лет ратификации Северского договора Республикой Западная Армения. Северский договор по-прежнему считается важным документом на пути к справедливому решению армянского вопроса. Сильное землетрясение в провинции Багеш Западной Армении. Фонд Стуфенькян построил частные дома в селах Мачкалашен и Герхер Арцаха. Канцлер Австрии, право человека в Турции находится в ужасном состоянии. Музей Ована Сутуманяна в нашем эфире. Армянская церковь Святого Тороса в Кесарии подверглась нападению воров. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 26 июня сего года в Ереванском офисе Западной Армении состоялась конференция пятая годовщина ратификации Северского договора Республикой Западная Армения. В ходе конференции с докладом выступил президент Республики Западной Армении Арменак Абраамян. Президент Абраамян представил условия ратификации Северского мирного договора, его политические и социальные последствия. Установлено, что любые текущие разговоры и дискуссии о восточных границах государства Армении, если они не основываются на севере, международно незаконны. Президент Арменак Абраамян подтвердил, что Западная Армения не может заключать никаких сделок, противоречащих справедливым и законным международным требованиям и правам нашего народа. Затем состоялась сессия вопросов и ответов, и гости продолжили обсуждение за кофе. Конференция скоро будет доступна на нашем YouTube-канале и на сайте. Северский договор по своей природе является мирным документом, и в этом смысле он может радикально решить один из самых сложных вопросов в регионе – армянский вопрос. Северскому договору предшествовал 1920-й год. В феврале-апреле в Лондоне прошла первая конференция, на которой было принято политическое решение о создании единого армянского государства. Северский договор является юридическим, межгосударственным и де-факто инструментом, поскольку он проистекает из или вытекает из статуса после Первой мировой войны или текущего статуса ряда стран Ближнего Востока, в частности Сирии, ныне Сирия и Ливан, Ирак и Кувейт, Палестина, ныне Израиль и палестинская автономия, Хиджас, ныне Саудовская Аравия, Египет, Судан, Кипр, Марокко, Тунис и Ливия. В этой серии Северский мирный договор может способствовать урегулированию армянского вопроса и объединению армянского народа на его исторических территориях. Статья полностью доступна на нашем сайте. Согласно заявлению Департамента по чрезвычайным ситуациям, землетрясение силой 5,2 баллов отрисло регион Багеш, Западной Армении. Глубина землетрясения составила 15,5 километров. Подземные толчки ощущались и в ближайших провинциях. Об эпицентре сообщалось в районе Каракучанского района Харбердской области. После землетрясения произошло 5 авторшоков, самый большой из которых составил 2,5 балла. Хотя в результате землетрясения никто не пострадал, некоторые дамы в деревнях Харпут были повреждены. В рамках программы, реализуемой благотворительным фондом Туфинкян, две семьи в общине Мачкалашен Мартунинского района Арцаха и общине Хер-Хер получили новую квартиру. Как сообщает Арцах Пресс, глава общины Мачкалашен Лерни Каванасян от имени всей общины выразил глубокую признательность члену попечительского совета благотворительного фонда Туфинкян Андронику Гаспаряну, который в свою очередь отметил, что гордится своим положением. В ходе благотворительного визита 10 малообеспеченных семей общины Мачкалашен получили гуманитарную помощь от фонда Туфинкян. Эта инициатива начала, и мы надеемся, что снова сможем помочь нашим нуждающимся сёстрам и братьям. «Мы верим, что люди Арцаха останутся на своей родине, и мы постараемся помочь им, насколько это возможно», сказал Рубен Джанбазян, директор по связям с общественностью благотворительного фонда Туфинкян. Канцлер Австрии Себастьян Курц затронул проблему нарушений прав человека в Турции перед своим выступлением на саммите Европейского Союза. Курц отметил, что права человека в Турции находятся в плачевном состоянии, и что Европейский Союз не может закрывать на них глаза. По его словам, ЕС должен поддерживать страны, принимающие беженцев. «Чтобы предотвратить поток беженцев в Европу, мы хотим, чтобы они оставались в соседних странах», сказал Курц. В репортаже, подготовленном телеканалом «Западная Армения», можно познакомиться с жизнью и творчеством Уванеса Туманяна в ранней юности. Уванес Туманян родом из провинции Торон, Западной Армении. Родился в селе Десех в Лоре. Армянский поэт, прозаик, литературный, национальный и общественный деятель. Он писал стихи, катрены, рассказы и сказки, эссай, критические и публицистические статьи. Выполнил переводы и редактировал эпический роман «Сосна Церари» «Сосунцы и Давид». Его считает великим армянским поэтом. Музей – мистическое место, где живет мудрый дух Туманяна. Короткие, но бесконечно богатые годы его жизни расскажут вам о его прошлом, отображения которых бережно хранятся в музее. Двухсотлетняя армянская церковь Святого Тороса в Тавлусунском районе Меликгасского района Западной Армении в Кесаре продолжает разрушаться в Араме. Стены церкви были умышленно повреждены и окрашены. Одна из внутренних стен исторического здания была повреждена кладоискатерями на глубину 2 метра. Глава Тавлусунского района сказал, что местные жители внутри и вокруг армянской церкви лежат на сухой траве. По его словам, для того, чтобы начать развитие местного туизма, необходимо восстановить церковь. Мэр также сообщил, что охранники муниципалитета часто следят за церковью, но они не смогут контролировать деятельность воров, так как недавно они нашли способ повредить здание. Он выразил надежду, что если церковь отстроить заново, можно будет предотвратить деятельность воров. Дорогие соотечественники, дорогие подписчики, Государственное телевидение Западной Армении выражает вам благодарность за то, что вы продолжаете следить за нами. Наша работа преследует только одну цель – поддерживать связь депортированных армян с их родиной. К сожалению, часть нашей родины, Западная Армения, продолжает оставаться оккупированной и израненной. Мы все обязаны поддержать идею о его освобождении, заботиться о нашем обширном культурном наследии, представить его миру и создать единую, свободную и независимую Армению. Нам нужна помощь каждого из вас в этой нелёгкой борьбе. Наше телевидение продолжает быть свободным и справедливым голосом Западной Армении. Вместе мы можем сделать больше. А далее для вас ансамбль «Ламбат» «Яр-Яр-Ана-Терни». «Яр-Яр-Яр-Ана-Терни» «Яр-Яр-Яр-Ана-Терни» Полная версия видео доступна на официальном сайте государственных телеканалов Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего.